Сегодня, наконец, правительство Узбекистана буквально выдавило из себя сообщение о том, что президент Республики Ислам Каримов находится в критическом состоянии. Хотя неофициальные сообщения о его смерти появились сразу же после 29 августа. И сейчас тоже непонятно, жив он или мертв. Я все-таки думаю, что его уже нет среди живых. Просто власть решила еще немножко потянуть время, чтобы понаблюдать за реакцией населения, международной общественности по поводу смерти президента. И возможно для того, чтобы за эти считанные дни, за эти часы провернуть свои делишки, провести какую-то зачистку. Потому что мы знаем, что уже там буквально 30-го числа появилось сообщение о том, что там был арестован вице-премьер правительства, уже министр финансов, которого прочили одним из претендентов на кресло президента страны. Ну, впрочем, понимаете, жив Каримов или его уже нет, это сейчас не имеет по сути никакого принципального значения. Потому что, ну, как президент, он все-таки умер как раз 29 августа. Умер в тот момент, когда его забрали с банкета, увезли в больницу. И действительно, как потом написала и дочь Каримова, признали, что у него инсульт. Он умер как политик. Умер как политик. А для политика, вот политическая смерть, она иногда даже, ну, я бы сказал, важнее и трагичнее смерти физической. Тем более для политика, такого политика, как Каримов. А Каримов это все-таки диктатор. Вот, понимаете, и даже не сколько его смерть, сколько вот эти все события, связанные с ним, связанные с вот этой ситуацией, они показали очень многое. Естественно, ну, это некий, как бы, возврат в прошлое. Ведь мы уже думали, что в 21-м, так сказать, в 21-м веке, веке информационных технологий, век, так сказать, вот этих, всех современных коммуникаций, подобные вещи уже невозможны. А нет, оказывается, возможны при определенном состоянии власти, при определенном характере правления, то вполне возможно, вполне возможно, как видим, даже скрывать некоторые вещи, даже в том числе и скрывать смерть человека, в данном случае руководителя такого рана, скрывать даже все, что связано с состоянием его здоровья. И вот я почему-то вспомнил, что первые годы советской власти, когда был при смерти Ленин, там, после покушения на него, газеты публиковали, ежедневные газеты, вот каждый день публиковали сообщения о состоянии его здоровья. О состоянии его здоровья. Даже тогда это не скрывалось. Почему? Потому что в обществе еще были, так сказать, живы традиции вот этой, как называли ее при Горбачеве, назвали гласности, когда, ну, о многих вещах, в том числе и о тех, которые происходят в высших, так сказать, эшелонах власти, надо говорить открыто. И народ должен об этом знать. И вот сейчас мы вернулись в некое средневековье, где, видите, даже информацией о смерти вождя власть старается манипулировать. Манипулировать точно так же, как было во всех прочих тоталитарных режимах, как было и при Сталине, и как было во время смерти Брежнева. Это ведь мы уже прекрасно помним, когда тоже поначалу ничего не сообщалось, только в один прекрасный момент, вот этот 10 ноября, там, вместо праздничного концерта к Дню милиции, начали транслировать балет «Лебединое озеро». Понимаете, и народ, и народ уже жил почти еще целый день, точнее, ночь жил вот этими всяческими слухами о том, что что-то случилось. Вот эта ситуация аналогично повторилась и здесь. Хотя я думаю, что в данном случае, вот, в данном случае, все-таки, возможно, Каримову даже в какой-то степени повезло, как не и кощунственно это звучит, но, что он, даже если он умер, то вот он уйдет таким вот образом, и, или ушел довольно быстро, и ему не пришло, не придется столкнуться, или не пришло столкнуться с последующими событиями, которые обязательно сопровождают подобные вещи вот в таких авторитарных системах. Потому что, когда мы говорили, что как политик он умер именно в тот день, когда его забрала скорая помощь, помощь, это так, потому что смерть политика, вот такого смерти, политическая смерть диктатора, это момент, когда его приближенные, когда его окружение чувствует его слабость. Вот, когда они почувствовали слабость своего правителя, своего диктатора, вот это и есть его смерть. И далее, далее все последующие события, они будут ориентированы на то, что вот эти люди, даже при условии, что он бы, скажем, выкарабкался из этой передраги, они все равно будут считать его каким-то временным правителем, который рано или поздно в очень короткой перспективе должен уйти из жизни. И мы знаем, как, ну, ходили из жизни тот же Сталин, да, которого сейчас тоже, ну, говорят о том, что его там отравили, но, по крайней мере, ему, ему не оказали вовремя необходимой помощи. И в этом тоже была вина его окружения. И все логично, все логично, они почувствовали, почувствовали слабинку, почувствовали, что, да, что этот человек может вот так быстро уйти, они могут избавиться от него, и каждый будет решать какие-то свои дела. А ведь мы помним, что накануне даже смерти Сталина, ну, говорят, что он, как бы, высказался очень резко по поводу своего окружения, и там говорил, что, да, всех их надо разогнать и чуть ли не расстрелять. Естественно, все они были заинтересованы в его смерти. Как потом уже развивались дела, это уже другой вопрос, потому что шла борьба за власть. И единственное, что Сталин пострадал, так сказать, уже после смерти, когда его в буквальном смысле, ну, чуть ли не в буквальном смысле, выбросили из Мавзоляева. Мы знаем, что он первоначально покоился там вместе с Владимиром Ильичем Лениным. Но судьба многих диктаторов, она более трагична, более трагична, чем даже вот судьбы тех, кого мы сейчас вспомнили. И тут не надо даже там уходить где-то на какое-то там тысячелетие или на сотни лет в прошлое, достаточно вспомнить то, что вот, собственно, уже происходило на наших глазах. Вот вспомните 89-й год, события в Румынии, да, где Николая Чавушеску, которого называли там вожжем Карпат, который имел совершенно неограниченную власть в своей стране. И все закончилось тем, что за ним, как за крысой, гонялись по всей стране. В конце концов, его приютил там какой-то крестьянин, который, ну, в былые времена, так сказать, почел бы это за величайшую честь, за подарок Бога, а тут он его как бы приютил, а потом поразмыслил и сдал все-таки полиции. И Чавушеску, как мы знаем, закончил там в одном дворике вместе с женой, закончил свои дни, был расстрелян из автоматов. Вот такая судьба. И далее мы можем вспомнить Саддама Хусейна, да, который тоже имел неограниченную власть. И как он закончил? Он закончил какой-то там яме, где, откуда его там вытащили, как последнего бомжа, немытого, ничосаного. Я уже не говорю о ливийском лидере Маммаре Каддафи, которого там, ну, вообще нашли потом там срубой в известном месте. Ну, просто самым зверским образом, самым зверским образом убили его же, так сказать, бывшие подданные. Вот как заканчивают свою жизнь диктаторы. Так что, повторюсь, вот, анализируя все это, можно сказать, что, ну, если говорить о Каримове, то, возможно, даже, вот, если он действительно даже умер, а мы говорим, что он умер как политик, то это даже хорошо, его похоронят с почестями, и, возможно, некоторое время даже, ну, не будут вспоминать в суе, потому что все-таки многие, даже и в Узбекистане, они, мягко говоря, не очень однозначно ставятся к личности Каримова, который правил страной с 1991 года, то есть 25 лет, во сколько существует, так сказать, независимый Казахстан, сколько там правил Каримов. Вот я читал комментарии, которые в социальных сетях пишут, пишут жители этой страны под материалами о смерти Каримова, о состоянии его здоровья. Это очень резкие комментарии. Это очень резкие комментарии от слов типа «слава Аллаху, что так свершилось», до таких слов, как «хорошо, что сдох» и все прочее. Конечно, это мнение отдельных людей, но все-таки, как мы видим, что ситуация-то очень плачевная в том плане, что не выстроилась демократическая модель управления страной, и отсюда, и все остальные беды. Ну, трудно было бы предположить, чтобы в какой-то европейской, скажем, стране несколько дней скрывали истинное положение или состояние здоровья своего лидера, или тем более его смерть. Это просто какая-то фантастика. Это просто невероятно. А здесь, видимо, вот такие номера проходят. И чем это все закончится, пока непонятно. Но вот уже в России сейчас я читал сегодня один материал на радио «Свобода». Там уже вот кто-то в соцсетях, кто-то выставил такой материал, что, дескать, а что было бы в России, если бы вот внезапно умер Путин. И многие там сходятся на той мысли, что, ну, могло бы быть еще страшнее, потому что могли бы прийти к власти люди еще гораздо хуже, чем Владимир Путин. Хотя, ну, казалось бы, куда уже хуже. Потому что, хотя многие россияне, возможно, этого не понимают, но Путин завел страну в тупик. Просто в тупик и продолжает упорно туда ее везти. Так вот, они собирают, что было бы. Ну, вот в какой-то ситуации была, возможно, была бы точно такая же азиатщина, которая произошла в Узбекистане, что некоторое время, возможно, даже скрывалось все это дело. Ведь мы видим, что даже сейчас вот вполне серьезно проговариваются варианты, что и вот нынешний, как бы, Путин, это не тот Путин, который был в 91-м году, что это его двойник. То есть, и это говорят на полном серьезе. То есть, люди допускают, что власть может, что вот в такой стране, при такой ситуации власти, можно вот таким вот образом дурачить людей. Ну, а заканчивая этот разговор, конечно, могу сказать, что нам остается только ждать, когда все-таки узбекская власть сознается о том, что же все-таки случилось с президентом Каримовым. Я думаю, что все-таки дело очень серьезно, потому что, ну, даже в Кремле, понимаете, тут индикатором даже есть не столько Ташкент, сколько Москва. Вот когда у Пескова спросили о том, что правда ли, что умер президент Каримов, и он насколько уклончиво ответил на этот вопрос, он сказал буквально такое, что, ну, подтверждений об этом пока не приходило. То есть, он не сказал ни да, ни нет, а просто сказал, что нет официальных подтверждений. То есть, и Москва, Москва здесь тоже играет такую роль, они все-таки, видимо, знают, знают, а не, видимо, это на 120%, понятно, что они знают все, что там происходит, но вот ждут, ждут пока будет какое-то официальное сообщение, не хотят опережать, как бы, события, потому что то, что происходит, и то, что будет происходить в Узбекистане, это, конечно, по большому счету сильно отразится и на позициях России, потому что Узбекистан был одной из ключевых таких стран в Средней Азии, среди стран, которые, ну, были, так скажем, в орбите российского влияния, где удалось сохранять все эти годы некую стабильность, ну, начиная с 90-х годов, когда там были события в Фергане, и как бы цементировать вот это российское подбрюще, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркмения, как будет развиваться ситуация дальше, сказать трудно, но одно уже сегодня понятно, независимо от того, жив ли Каримов на данный момент, или он все-таки умер, как президент, как лидер страны, он, естественно, уже потерян. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok